салям дастар всем привет мне тут пролетело сообщение видно ютюбе спросили почему у меня на стене нет плакатов 901 все очень просто у меня нет плакатов 901 и в нашем городе их купить невозможно потому что я живу в россии если бы у меня была возможность купить их я бы купила но суть в том что ради одного плаката заказывать посылку которая стоит почти 800 рублей доставкой нет смысла вот если я и закажу то закажу прям получается с альбомом и так далее так далее так далее но пока что единственный альбом который есть в наличии мне на него цену не скидывают почему то очень долго поэтому там проблемы короче с этим ладно неважно следующая заявка ай-хай прикинь песня называется вторая песня которым будем слушать поехали развернись раз-два-три здесь у него желтый волос говорят что он типа копирует моргенштерна не знаю не слушаю моргенштерна поэтому пойти не мне нет больше нурико смита напоминает чем моргенштерна ему 16 лет носочки такие милые у него и Забавный. Дети. Похоже эти дети. Юношеский максимализм. Тексты, конечно же, как обычно. Нет. Такой шкодный. Мне сказали в комментариях, что шкодный это, типа, древнерусское что-то там, бабушка какая-то говорит. Мне до бабушки недалеко, сорян. Если бы у меня был ребенок, он мог бы уже родить. Мог бы уже. Мог бы уже. Как его колбасит-то. У него еще есть кавер. Мне тут вылезла в предложке, но он не будет смотреть, вдруг кто-то закажет. А потом. Поэтому я не буду смотреть, на всякий случай. Спасибо огромное за просмотр вместе со мной. Ребенок прикольный. Я не знаю, как читает Моргеншен, честно, я понятия не имею. Я видела, может быть, несколько нарезок в ТикТоке, и ничего о нем сказать не могу, ни плохого, ни хорошего, потому что я его не слушаю просто-напросто. Поэтому мне не с чем сравнивать. На самом деле, вот здесь, как бы, Ай-Хай, он молодец, конечно, ребенок хорошо читает. А я не знаю, о чем он читает. Поэтому, в принципе, для меня всегда прикольный рэп только по звучанию. Хотя я в большинстве случаев не понимаю, о чем они читают. Что они там говорят и так далее. Как бы, если это не русский язык, конечно, вот. Но, в целом, как бы, мне нравится звучание, мне нравится, как он читает. Касаемо того, что мне он, например, я не знаю, как, я не знаю, еще раз повторюсь, я не знаю, как читает Моргенштерн, но вот чисто мне по читке он больше напоминает все-таки Нурико Смита, потому что, как бы, Нурико я уже слушала, и мне есть, чем сравнивать, грубо говоря. По звучанию больше похоже все-таки на него. По мне так. Не знаю, как у других людей, может, какого-то там считают, что прям Моргенштерн, Монгенштерн, блин, фиг вы говорите еще, господи, придумал себе никнейм. Всем спасибо огромное за просмотр, всем пока.